Ну и теперь зона АТО. Последние новости оттуда от наших корреспондентов. Начнем с Вениамина Трубачева. Веня, здравствуй, мы тебя слушаем. Где ты был сегодня? Что тебе удалось увидеть? Да, Алексей, сегодня боевики обстреливали украинские блокпосты вблизи Дебальцева. И, в принципе, стрельба на этом участке фронта не прекращается ни на день. В частности, блокпост, на котором мне удалось побывать, подвергся серьезной атаке сегодня утром. Также, по словам военных, несколько снарядов взорвалось и в жилых кварталах города Дебальцева. Раненых и погибших нет. А из чего следуют? Какие нападения? Как они часто? В основном это грады и артиллерия с России. То есть, в основном, точные удары по блокпостам, по людям. И вообще, даже иногда мажут и, получается, попадают в город и разрушают город. Украинские военные в ответ не стреляют. Им запрещено использовать тяжелое вооружение. А стрелковое оружие разрешено применять только в целях самообороны. В то же время, часто разведчики и диверсанты боевиков подбираются уже совсем близко к украинским блокпостам в пригороде Дебальцева. Поэтому военные периодически стреляют по зеленым насаждениям вокруг своих позиций. На передовой украинские бойцы получили и новое оружие. Оно действительно новое, но только произведено еще в советское время. Например, мне показали пулемет 1974 года сборки. Получается, 40 лет оружие лежало на складах. Вот только сейчас пригодилось. И военные сейчас занимаются пристрелкой. Солдаты понемногу готовятся и к холодам, запасаются противовирусными препаратами и теплыми вещами. Прямо во время съемки приехал грузовик с берцами и зимними штанами. Однако качество этой экипировки, выданное армейским руководством, разочаровывает рядовых бойцов. Особенно это касается обуви. По сути, это кирза даже. Она жесткая, в ней часто можно натирать ноги. Вот эти места слабые, они рвутся очень. То есть они, ну, при хорошем таком, знаете, их использовании, эксплуатации, ну, может быть, там, месяц. Вот. Это еще самый такой большой спрос. Также есть информация относительно Донецкого аэропорта. Там снова сегодня стреляли, однако они так интенсивно, как в предыдущие дни. И можно уверенно говорить, что украинские военные продолжают контролировать терминалы и взлетно-посадочную полосу аэропорта в Донецке. За минулого добу бойовики четыре раза в день обстреляли позицию украинских военнослужбовцев на территории Донецкого аэродрома. Використовывали при этом стрелецкую зброю та РПГ. В ночи также было зафиксовано два обстреля позиции украинских военнослужбовцев. За наследками обстрелов втрат среди украинских военнослужбовцев немае. Что касается обстановки по другую сторону фронта, среди террористов снова вспыхнул конфликт. В интернет попала съемка с камер видеонаблюдения. На этих кадрах одна из банд боевиков избивает другую группировку. И под горячую руку даже попали обычные прохожие. Что не поделили террористы, сейчас точно неизвестно. Также в ближайшие дни возможны провокации со стороны боевиков. Это говорят в СНБО. По данным разведки террористы переодеваются в форму украинских нацгвардейцев. И есть подозрение, что они готовят какие-то взрывы и нападения, которые приведут к масштабным жертвам. Чтобы потом обвинить как раз украинскую сторону. И продолжают поступать такие тревожные сообщения от местных жителей, что новые колонны российских войск заходят со стороны Ростовской области. И теперь уже эту информацию официально подтвердили и в украинском совбесе. Вот это последние новости, Алексей. Спасибо, Вениамин. Это был Вениамин Трубачев из зоны АТО. Спасибо.